На крылечке вдвоём И сады, и поля, и цветы, и земля И глаза голубые, такие родные твои Не от солнечных дней, не от тёплых лучей Расцветают от нашей горячей и светлой любви Вот это, я понимаю, суббота. Начинается у нас с музыки. Рабочая, с музыки, с танцев. Присаживайтесь, пожалуйста. Доброе утро. Актриса Надежда Исаева, режиссёр Михаил Егоров, актёр и руководитель театра Ильдар Шамиков. Доброе утро. Доброе утро. Да. Но когда мы увидели название вашего театра, мы сразу подумали, так, интересно... Опыты драматических изучений. Да. Что это такое? Расскажите, почему именно так называется? Ну, наверное, это больше всего расскажет Михаил. Михаил. Михаил, давайте, рассказывайте все тайны. Любой театральный проект – это опыт, это эксперимент. И... Драматический. Ну, название, на самом деле, позаимствовало Александра Сергеевича Пушкина. Так он когда-то заглавил свои маленькие трагедии. Маленькие трагедии, опыты драматических изучений. И когда-то в юности, когда мне попалась эта прекрасная фраза, я подумал, вот это вот название для театра. Прошло некоторое количество лета, у меня получилось сделать что-то подобное. Большая ли труппа? У нас нет трупп, у нас проектная история, потому что каждый спектакль – это отдельная какая-то история. То есть вы приглашаете артистов из разных театров, да? Театр юного зрителя, драматический, ну, то есть любой абсолютно. Ну, те, кто согласятся в нашей истории участвовать. Не так, нет, кому удостоится честь. Можно и так, можно и так, можно и так сказать. Вот, у нас есть артисты, которые переходят из спектакля в спектакль. Вот, прекрасная Надежда Исаева, она раз, два, три, можно сказать. А так у нее получилось это сделать три раза, потому что она в «Дриане Грея» работает, она работает в нашем спектакле «Телеграмма». Это такой современный драматург Олег Михайлов, он немножко переосмыслил «Чука и Гека» Аркадия Гайдара, и получилась такая довольно страшноватая история про те, значит, про те волшебные годы, 37-й год и все такое прочее. Слушайте, как интересно. А вот сегодня в субботу астраханцам что удастся посмотреть? «Портрет Дориана Грея» – это работа по Оскару Альду, по прекрасному его роману. На сцене Астраханского театра юного зрителя, и начало в 18 часов у нас. Ну, нам повезло, мы посмотрели еще... Заранее немного. Да, заранее посмотрели. Нашим телезрителям показали. Два с лишним часа, два двадцать. Ну, два часа будет, наверное, на все-таки и не на два двадцати. Мы как-то уже... Ускорили. Все происходит быстрее. Перед спектаклем все время любят у зрителей иногда спрашивать, как вы хотите, с антрактом два часа или без антракта два часа? Я всегда без антракта, мне кажется. Два часа, но время то же самое остается. Да-да, часто распыляется, когда есть антракт, как-то вот... Ну, бывает по-разному, да. Бывает буфет, бывает жарко, бывает комфортнее с антрактом, иногда бывает так. А иногда ты понимаешь, что публика более готова вытерпеть два часа, но он стоп, и тогда это получается такой... Ильдар сказал, что вы любите у публики спросить вначале. Вы выходите, здороваетесь? Ну, это когда мне доводится быть на спектакле. Не всегда это получается, но бывает. Ну, в астраханском случае удастся наверняка. Ну, наверное, мы посмотрим, как мы это сделаем. Или у вас есть дела более высоковажные? Нет, у нас пойдет гулять по городу, смотреть город, а мы будем играть. В другой театр, посмотрим, что... Нет, я думаю, что, конечно же, я буду на спектакль, тем более, что его нужно как-то перенести на сцену астраханского тюза и как-то артистов, чтобы поправить, чтобы они соответствовали вашей площадке. Вот. А выходить перед спектаклем к публике – это, в общем, хорошая традиция, идущая от очень-очень давних историй, когда главный, ну, обычно главный, первый артист, он выходил, что-то рассказывал, и я однажды на практике увидел, что это работает. Потому что театр, в котором я тогда служил, значит, перевез в город свои спектакли, смешанные спектакли, и первый вечер, когда они показывали этот спектакль, на котором сколько раз я его не видел, я все время смеялся, публика сидела. Она не знала, что можно смеяться. А что зрители сегодня стоит, нужно обязательно привыкнуть к человеку? Нет, ну, я думаю, что… Нет, на второй день вышел, так сказать, первый артист, просто поговорил с ними, сказал, что вот, мы там из Москвы, мы показываем вам спектакль, и вдруг публика, за это время она успела освоиваться и стала реагировать, как живая публика, а не как правильная. Надежда, для вас участие в таких вот экспериментальных проектах – это больше отдушина или, наоборот, разноплановость развития? Да, это моя жизнь. Ну да, я постоянно, получается, в таких проектах и существую, живу. Это неинтереснее, чем классический театр? А это и классический театр тоже. Ну вот сегодня ваша роль, она какая? Моя очень многозначительная. Многоплановая. Да. И ты, по-моему, она не одна, она там сразу все вместе. Ну да, я единственная девушка во всем спектакле. Да, я видела, там двое парней, вот мы видели, да, и вот на заднем плане вы на фоне фольги, да? Да. А это вот Михаил, да, придумал. А почему? Вот декорации, мне кажется, это все время так важно, когда декорации даже без актеров куда-то тебя переносят. Вот эти декорации, которые у вас сегодня будут. Смотрите, мы с замечательным художником Борисом Тандаловым, уже не один спектакль когда-то сделали. И здесь нам нужно было, с одной стороны, очень мобильная и, простите, недорогая история. Во-вторых, нам нужно было как-то сделать так, чтобы эта история ушла из конца 18 века, когда она была написана. Потому что, и чтобы было понятно, что она происходит и здесь, и сейчас, и там, и тогда, и чтобы мы перестали... Привязываться ко времени? Привязываться ко времени в том числе. Поэтому, так как портрет, в который смотрится Дриан Грей, это своего рода зеркало, мы подумали, что вот эта самая зеркальная какая-то поверхность, она начинает работать. Как... Ну, дальше была история в том, что невозможно было получить идеально зеркальную поверхность. В том, что тогда мы начали делать всё из этой зеркальной поверхности. То есть у нас есть пол зеркальный, у нас есть этот квази-портрет, у нас есть шторы, как будто бы сделанные из неё. И тогда мы, с одной стороны, ассоциативно переносимся в какое-то время, где подвязывают шторы, где вот какие-то... Ну, как будто бы. Да, а с другой стороны, мы всё-таки находимся в очень... Ну, как, мы находимся в сегодняшнем материале, в техногенном, и мы это ощущаем. И в этом есть какая-то правильность, как мне кажется. Ну, я думаю, что когда мы смотримся в зеркало, мы все неидеальные, поэтому вот именно Фольгада... Кроме Дриана Грей. Ну, конечно, конечно. Да. Спасибо вам огромное. Мы не будем вас сильно мучить вопросами, потому что мы хотим оставить нотку недосказанности для наших телезрителей, да, чтобы они с удовольствием пришли. Ну, я думаю, вас уже однозначно влюбились, поэтому можете и не выходить в самом начале. Сразу начинать. На поклон. Да, сразу на поклон. Спасибо. Так и происходит. У нас артист не выходит с самого начала. Он, как положено в хорошем кино, и он отложен его выходом. Ну да, вот просто Миша не просто такой театрально-драматический режиссёр, он ещё работал и в кино с Шахназаровым, да, и поэтому, когда он работает на площадке, он привносит вот эти киношные такие штуки, какие-то планы и так далее. Вообще, я хочу на крупном плане. Давайте оставим всё время. Да-да-да. Так уже достаточно. Иначе половина отшли скажет. Я был, хотя и не был. Я посмотрела, сколько 24 я был. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Увидимся сегодня вечером. Спасибо. До встречи. Всем подъём продолжается. Мы вернёмся в студию через минуту. Доброе утро. Не переключайтесь. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ